В этом видео я стану засухой джеком и съем новый фрукт мамонта. Обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, ведь мы идем к 1 миллиону подписчиков. А перед началом видео, как всегда, минутка спонсора. Хочешь купить робоксы, но при виде цен на официальном сайте тебе страшно? Покупай робоксы на rbxfail. Самый лучший сайт по продаже робоксов, ведь здесь всегда самый выгодный курс. Моментальная доставка робоксов методом трансфер. А если ты думаешь, что тебя обманут, здесь есть огромное количество положительных отзывов. Также, если у тебя вообще нет денег, есть бонусная система. Пригласи своего крутого друга и получи 40 робоксов. А если нет друзей, выполняй задание и получай робоксы. Также в их группе вк проходит розыгрыш 100 тысяч робоксов. Также вводите мой промокод и получайте плюс 40 робоксов к пополнению. Промокод у вас на экране и в описании. Обязательно заходи и покупай. Ссылка в описании. Как всегда скажу, что я очень люблю свой скин, но мне придется его поменять, чтобы быть более похожим на засуху. Джека. Вот так намного лучше. Только, правда, я похож немножечко на женщину, а не на сурового, огромного мужика, который превращается в мамонта. Но для этого мне нужно будет получить его аксессуары. Но перед этим я уже не могу сдерживаться, как я хочу съесть фрукт мамонта. Поэтому быстренько достаем его и погнали. Какой же он красивый. Иди-ка сюда. Да, я надеюсь, что он такой же вкусный, как и красивый. Полетели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, теперь самое время прокачать его. Ну, чтобы нам было легче прокачаться, я отправлюсь в третий мир. Потому что мне нужно прокачать аж 300 мастери. А это достаточно много. Так, ну что ж, я попал на самый последний остров, который также добавили в обновлении. Теперь я здесь прокачаю мастери, а также прокачаю себе уровень. Потому что я больше не фуловый кент. Так, ну что ж, давайте посмотрим, на что способен первый скилл. Чего? Это было как-то слишком круто. Ну все, погнали качать фруктик. Опа-на, 300 мастерство на фруктике мамонта набрано. А значит, что мы можем посмотреть, на что он способен. Первый скилл называется Ancient Cutter. Погнали. Так, он заспавнил какого-то черного мамонта. Посмотрим, что он будет делать. Так, он наносит своими бивнями вот таких вот 3 удара по земле и наносит противнику урон. Достаточно неплохо. Второй скилл называется True Prehistoric Punt. Погнали. Ой-ой-ой-ой-ой. Он влетает на большой скорости в противник и подкидывает его своими бивнями вверх. Неплохо, неплохо. Третий скилл Colossal Crusher. Он делает что-то похожее, как и второй скилл, только теперь он бьет об землю противника с помощью своих бивней. Пока трансформацию мы пропустим и посмотрим, что делает скилл на F. Так, ее можно накапливать. Посмотрите-ка. Так, ну я достаточно много накопил. Полетели. Ага. А где бот? Бот, походу, испугался. Давайте-ка еще раз. Погнали. Накупим максимально. О-о-о. Все, уже жестко побили землю. Полетели на бота. Три тысячи урона. Ну, я, конечно же, дал немного больше показателей. Все-таки так долго готовился. Но теперь самое интересное. Трансформация. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Она еще наносит урон. Просто не повезло, что рядом не было бота. Так и наносит урон. И также здесь есть клики. Это суперкруто. Это безумно круто. Посмотрите, можно просто в форме мамонта вот так вот кликать. Мне кажется, это сейчас один из самых вообще имбовых фруктов, которые есть. Даже для фарма. Вот в таком вот обличье суперлегко формиться. Просто посмотрите, боты отлетают. Ну, а теперь давайте посмотрим, как будут выглядеть наши скиллы в форме мамонта. Первый скилл Ancient Cutter. Погнали. Он стал намного массивнее. Теперь у нас 5 ударов вот так вот нашими бивнями по земле. А это достаточно хорошо. Второй скилл True Prehistoric Punt. Полетели. Ой, мне даже жалко этого бота. Очень его жалко. Он вообще почти урона мне не наносит. Я супер жестко поглощаю весь его урон. Теперь третий скилл. Погнали. Colossal Crusher. Ой, 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 ой. Ну, наши атаки стали реально намного массивнее и красивее. Ну, а теперь мне очень хочется посмотреть на последний скилл. И что будет, если его накапливать... А. А. Тут... Что? Я смогу так бесконечно бегать? Это же супер имбаланс, ребята. Тут же должно быть какое-то кд. Или я могу бесконечно вот так вот в этой форме бегать. Нужно это проверить. Побежать. Не, ребята, я уже устал немножечко даже бегать. Либо этот скилл бесконечный. Я могу просто вот так вот зажать кнопки и наносить урон по противникам. Либо он длится супер долго. Знаете, мне кажется, это одна из самых вообще имбовых способностей у фрукта, которая позволит супер легко прокачиваться в блок сурс. Потому что можно просто зажать одну кнопку и уничтожать всех ботов. Ну, а теперь мы уже прокачали наш фруктик. Поэтому мы можем отправиться получать предметы. Но перед этим еще нужно немножечко косметики добавить нашему персонажу. А то есть поменять цвет хаки. Так, ну, знаете, вроде как в аниме не показали, какой у него цвет хаки. Поэтому я думаю, что ему подойдет какой-нибудь желтенький цвет хаки. Ну, чисто под его скинчик. Я думаю, он будет хорошо заходить. Да, выглядит достаточно хорошо. Ну, что, теперь самое время пойти получать предметы для нашего прекрасного засухи Джека. Чтобы получить косы засухи Джека, я отправился в третий мир. И сейчас буду убивать босса засуху Джека. Так, ну, я думаю, этого мужичка не будет вообще ни единого шанса против меня. Так, трансформейшн. Let's go. Ух ты ж... Ну, все. Давай, пока. Я чисто его одним скиллом сейчас буду унижать. Че? Я не верю. С первой попытки мне выпали косы. Я думал, я здесь потрачу сейчас несколько часов, чтобы выбить эти косы. Но все. Все, мужичок уже больше стал на себя быть похожим. Теперь нам нужно эти штучки прокачать. Также надеюсь, что я смогу прокачать фуловый уровень, чтобы у меня были фуловые статы. А то это будет немножечко нечестно. У меня будет не супер настоящий засуха Джека. Чтобы прокачать его косы, я вернулся на свой любимый последний остров в третий мире. И теперь мне придется здесь прокачивать тоже 300 мастерства, как и на фрукте мамонта. Я надеюсь, что это не займет так много времени, как было с прокачкой фрукта мамонта. Ну, кстати, неплохо наносит урона. Мне, по идее, сейчас 50 мастерства сразу. Ой-ой-ой, наконец-таки 300 мастерства на этих прекрасных косах набраны. А значит, что мы можем посмотреть, на что они способны. Так, первый скилл называется Sky Cyclone. Погнали. Ну, я уже им пользовался. Он достаточно такой хорошенький. И очень помогает фармиться на ботах. Второй скилл называется Prehistoric Punt. Давайте посмотрим, на что он способен. Так, мы притягиваемся к противнику и спавним, опять же, мамонта. Это очень хорошо. Это очень круто. Ну что, раз уж мы прокачали косы, значит, самое время получить самый главный аксессуар, самую главную отличительную черту нашего засухи Джека. Это его вот такую вот морду. Не знаю, как это еще описать. Для этого мне нужно выполнить 5 квестов у этого мужичка. После чего я смогу, наконец-таки, получить вот эту штуку. Так, Капибару какую-то мне нужно убить. Ага, ну, я надеюсь, что я справлюсь. Так, ну что, где ты, Капибара? Иди-ка сюда. А, это... Ёбан, у меня проблемы. Он Будда-юзер. О, мой подписчик уже его дамажит. Все, это кайф. Это кайф. Поэтому погнали. На! Не ожидал такого, что у тебя всей семьей? Ой, сюда. Ну, вот это лоховская шляпа работает, ребята. Так, ну что, берем задание на второго кентика. Так, кем же он будет? Так, где имя? Риб Брух 22. Короче, Риб Брух. Так, это мой подписчик. Гостик Слэйр. Так. Не люблю, конечно, своих подписчиков убивать, но, к сожалению, придется это сделать. Так, он пришел сам, чтобы я его убил. Ну, погнали. Раз. Где он? О, все. Квест completed. Так, берем третий заказик. Adam One. Так. Сейчас посмотрим. Так, это фпс какой-то, Кент. Ребята, мне срочно нужен фпс. Так, Кент убивать Левиафана мы не будем ему мешать. Возьмем на другого кентаквеста. Повезло ему. Сегодня он проживет чуть дольше. Все, короче, надо убить Риб Бруха опять. Где он? Он уже второй раз ему не везет. Мне нужно опять его второй раз убить. Где он? Так, ну все, Риб Брух. Извини, конечно. Но не мы такие. Жизнь такая, как говорится. Так, сюда. Квест completed. Так, ну что, предпоследнее задание берем. Погнали. Так, Е. Е. Азанбов. Не, 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 не. Можно мне вот какого-нибудь подписчика моего? И чтоб я далеко не бежал. Хад. 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 Вот такого надо убить, короче, Кента. Бейкан Гару. Бейкан Гару, ребята, где он? Так, все, противник найден. Let's go. Е-мое, наверх поднялся. Думал, не найдут его. Думал, не найдут. Ну, все. Доигрался. Так, ну, все, он испугался. Понял, что он не выведет против меня. Так что опять берем квест. О, Гостер ЮТ. Кайф. Все, давай. Извини. ББ, пока. Кенси, который выиграл у меня Даррек Блейд, к сожалению, ему придется немножко откиснуть. Ну, совсем чуток. Сюда. Нам осталось выполнить последний квестик. Риб Брух. Опять. Е-мое, ему вообще сегодня не везет максимально. Все, он опять прибежал, чтоб его убивали тут. Блин, ну, конечно, у него такая жизнь не самая веселая. Приходит, чтоб его убили. Все, готово, ребятки. Готово. Так, погнали получать нашу масочку. Теперь я буду выглядеть не как какая-то непонятная девочка просто, а буду выглядеть как самый настоящий член команды Кайдо. Кстати, если вы хотите, можете посмотреть видео, где становился Кайдо. Хах, Юсеф, the fat play fair for heart and all right, you earned my respect. Here you go. Сюда. Ну, сейчас, дайте я его нацеплю, чтоб он был на мне точно. Готовы. Ну, другое дело. Ну, о, уже опасный. Уже опасный мужчинка, а так вообще супер опасный мужчинка. Ну, а теперь все, что нам осталось, это поменять расу. Ведь, если кто не знал, засуха джек, это рыба-человек. Так, ну все, ребятки, я прибыл к боту, который сейчас мне поменяет расу. И очень надеюсь, что мне сразу же выпадет шарк. Погнали. О, Race Chended to Shark. Кайф. Ну, даже не особо видно, что я шарк. Так и должно быть. Потому что я не сразу понял, когда смотрел аниме, что у нас засуха джек, это шарк. Ну, а теперь одна из самых сложных задач. Мне нужно прокачать последний уровень. Ведь у меня сейчас только 2489 уровень. Спасибо, мужик. Так, ну, я опять на своем любимом последнем острове. Пойду сейчас гнобить ботов, которые здесь есть. Мне нужно прокачать 61 уровень. Но это не так долго, я думаю, будет. Особенно с фруктом Мамонта. Сюда 2550-й максимальный уровень. Наконец-таки я это сделал. Спасибо огромное подписчикам, которые помогали мне это сделать. Большую часть этого видео я снимал на своем стриме на Твиче. Вот сейчас люди сидят со мной в чате. Спасибо огромное людям за то, что они помогли мне снять это видео. Ну что, теперь самое время проверить, на что же способен наш засуха джек в деле. Против босса второго мира. Конечно, я понимаю, да, не третьего мира. Но если вы наберете нормальный лайк, то так уж и быть, я перейду на третий мир. Погнали, берем задание на первого босса. Первый босс, как всегда, по классике, это мой любимый Диамант. Берем на него задание и полетим. Так, ну, я думаю, что он не будет сильным противником. Поэтому можно попробовать сражаться с ним только косами. Полетит. Так, ну, это было супер легко. Ну, у Белами вообще не было бы никакого шанса против одного из бедствий Кайда. Поэтому, опять же, просто его будем косами дубасить. Ну, все, он тоже достаточно быстро отлетел от моих кос. Это, кстати, реально тоже очень хорошее оружие. Мне прям очень нравится играть за засуху джека. Это один из тех персонажей, которыми мне очень сильно понравилось становиться. Так, ну, фундитора уже ждет нас. Давайте-ка воспользуемся фруктом мамонта, но не будем использовать трансформацию. Все-таки он не настолько силен. Так, еще один босс у нас от Кис. Ну, мы идем теперь реально такому супер слабому противнику против нашего засухи джека. Потому что я думаю, что даже, наверное, Белами мог быть посильнее Смокера. Хотя Смокер обладатель логии. Он, ну, не совсем лох. Не знаю, это вот спорно, кто сильнее, Белами или же Смокер. Так, все. Это было супер быстро, супер легко. Просто засуха джек всех халает. Ну, вот с ним точно можно юзать трансформацию. Потому что Окизи, наверное, бы смог победить. Ну, не налегке, но так, не сильно не напрягаясь засуху джека. Полетим. Не, я, конечно, думал, что это будет легко. Но не настолько. Я вообще его не почувствовал. Мне даже урона не нанес. Не, реально, для засухи джека нужны боссы третьего мира. Потому что он слишком сильный. Ну, что, ребята, этого босса я точно не буду жалеть. Вот он не будет ждать от меня пощады. Потому что я его вообще не люблю. Реально, мне нужно его быстренько убить. Желательно, чтобы он не заспавнил Сиабиста. Хотя, знаете, я бы хотел посмотреть, как бы справился Мамонт с Сиабистом. Ну, и куда он опять упал? Ну... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Всё. Ну, как бы эта атака одна просто из самых великолепнейших в блок-сруте. Просто нажила одну кнопочку, бегаешь и убиваешь боссов. Или ботов. Ну что, и как всегда наш последний босс до Фламинго. Ему не повезло, что он находится на этой арене, потому что я могу сделать просто вот так вот и потом вот так вот. Опять же скажу, что этот скилл просто великолепный. Ну а на этом это прекрасное видео подходит к концу. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также можете заходить на мои стримы на Твиче. Ведь там я очень часто сейчас стримлю и делаю видосы вместе с вами. Всем пока, с вами был Лексман, до скорых встреч, друзья!